Общественные политические перевороты, революции всегда сопровождались гонением на церковь. Более того, расправлялись с классами, которые считались эксплуататорскими, которых надо было свергнуть, расправлялись с аристократией, а потом забывали об этой борьбе. И жили аристократы, не называя себя аристократами, эксплуататоры, меняя образ своей работы и способ работы, продолжали существовать. Но никогда не прекращалось гонение на церковь. И вот возникает вопрос, а почему? Ответ простой. Потому что церковь проповедует истину, впитав которую, человек становится внутренне свободным. Вне зависимости от внешних обстоятельств. А управлять свободными людьми, навязывая им нечто, что расходится с божественной истиной, невозможно. По милости Божией сегодня в нашей стране предоставлены все возможности, в том числе и для проповеди. И московский патриарх, обращаясь сегодня с этих ступеней, говорит то, что он должен сказать, ничего не опасаясь и не думая ни о каких последствиях. Но это не во всех местах земного шара сегодня можно утверждать. И мы свидетельствуем о том, что невидимая брань божественной истины с бесовскими наваждениями существует и будет существовать до скончания человеческой истории. Спасибо. 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 Спасибо.